Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами на игре Думай, Знай, Познавай, Супер и Блиц. Мы подготовили очередные пять вопросов, которые хотим задать жителям нашего города. Проверим, насколько они готовы ответить на них, ну, желательно правильно. Вперед! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Мы сегодня играем с Александром. Первый вопрос. Очень легкий. Предведение Чехова называется «Дама с этим животным». С каким? Мне нужно ответить. Ну, вы сейчас подумайте над ответом. Если готовы ответить, то готовы. Собачка. Собачка. А на сколько уверенная? До того какого? От одного до пяти. Пять. Пять. Дама с собачкой. Это правильно? Следующий вопрос. Про Каспийское море слышали? Да. Да. Не бывали? Нет. Нет. Вопрос про него. Какое государство имеет большую береговую линию Каспийского моря в километрах, чем остальные? Казахстан. Казахстан. Думаю, наверное, да. Уверены? Не уверен, но... А на сколько баллов? На три. На три. Это правильно. Действительно, Казахстан. 2320 километров. Третий вопрос. Какое природное явление изображено на картине «Поход князя Игоря»? Природное явление? Да. Ну, знаете, такая картина? «Поход князя Игоря». Нет, я могу просто столько догадывать природное явление. Какое? Ну, подумайте, природное явление. Еще можно... Оно же с литературой тоже связано. С произведением. Это какой-то времени суток или нет? Там заход, закат. Природное явление. «Поход князя Игоря». Да. И там вот природное явление. Собственно говоря, по этому природному явлению определили точную дату, когда этот поход состоялся. Вот почему у нас можно определить. Оно бывает достаточно... Ну, не скажу, что оно бывает. Это природное явление. Часто, но оно и нередко. В принципе, наверное, где-то раз в год. А, то есть дату? Ой, не дату. Не, не дату. Время года? Да не время года. Явление это. Природное явление. Где-то бывает примерно раз в год. А, все. Наверное... А, раз в год? Ну, там, может быть, чуть почаще. Может быть. То есть с затмением нет. Но почему? Как вариант? Может, метеорит нет. С природным явлением. Ладно, хорошо. Не будет. Ну, затмение. Затмение. Наверное, вряд ли, наверное, это правильно. А сколько баллов? Один. Один. Это действительно солнечное затмение. Да, поход князь Игоря, и там изображено солнечное затмение. В связи с недавним расширением Москвы до формы Воланчика, Москва получила общую границу с этой областью. С какой? Калужской. С Калужской. Думаю, да. Уверены? Пять. Пять. Действительно, это Калужская область. Последний, пятый вопрос. Этот фразеологизм или даже пословица появилась во времена Тамбовского восстания под руководством Александра Антонова. При допросах на обращение товарищ, антоновцы отвечали этой фразой. Какой? Тамбовский волк тебе, товарищ. А цена? Пять. Пять. И кубок ваш. Да, это правильно. Тамбовский волк тебе, товарищ. Я поздравляю вас. Вот такой кубок телеканала «Видное ТВ» вручается вам. Пожалуйста, берите, владейте, покажите, что это заработанная награда в честной и упорной борьбе вам досталось. Я вас с этим поздравляю. Удачи вам. Ну и до свидания. Будем рады еще раз видеть. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин